Приветствую зрители и подписчиков канала V-Online Если еще не подписались, обязательно подпишитесь Потому что на нашем канале идет речь про интересные нюансы Про велосипеды, которые достойны вашего внимания, а не про всякую дичь И сегодня в выпуске встречайте Giant Antem Даже боюсь сочинения какого он года Потому что отъездил он уже немало, он сломался В подседельном штыре, как это бывает иногда С двухподвесными рамами, где подседельный штырь вывешен на такую консоль И отрывает непосредственно вот этой трубы Мы здесь все приварили, сделали две дополнительные косыночки Потом все это колхозно, не нами было закрашено И после этого велосипед уже немножечко откатал И приехал нам на переборку шарниров подвески Итак, подвеску мы разобрали, извлекли из нее все детали и узлы А выглядит все это примерно следующим образом Большой пространственный садень-другольный, который держит колесо Залегает примерно вот таким образом по отношению к переднему треугольнику И перемещается на нижнем коромысле и на верхнем, который состоит из двух частей Перемещается он по большому счету практически параллельно переднему треугольнику Тем самым кинематика работы подвески наиболее удачная Такая подвеска меньше качается, она обладает большей жесткостью Потому что точки крепления две к переднему треугольнику И на кручение такая рама выше по жесткости Нежели чем однорычажные конструкции Либо неудачные конфигурации четырехрычажек, ФСР и прочих-прочих рам Подобную схему подвески используют Санта-Круз, Интенс, Тернер, БМС, Джайант, Лапиерь И ряд других компаний, таких менее известных, таких Мандракер Что я хочу добавить? Что при переборке таких рам Внимание нужно уделять подшипникам А если точнее быть, они там регулярно меняются В нашем антеме остановились практически все подшипники Потому что велосипед эксплуатировался относительно жестко И в данном конкретном антеме используются два подшипника 6902 Четыре подшипника 6802 Два подшипника 63800 И два подшипника 6900 Итого в этой раме используются 10 подшипников В современных антемах используется еще больше подшипников И регулярно раз в 2-3 тысячи километров нужно инспектировать раму По-хорошему перебирая ее Ну или хотя бы проверять состояние подшипников И если вдруг возникают какие-то подкусывания, подклинивания Вышедшие из строя подшипники нужно менять Есть одна большая простая печаль-беда Подшипников в двухподвесных рамах Это то, что эти подшипники не работают на кручение А работают в своем выверенном углу поворота И нагрузки подвергаются все время одни и те же шарики И нагрузка эта не маленькая Потому что на них обрушивается весь вес райдера Вдобавок еще умножив все это на ударную нагрузку То есть это не статическая нагрузка Это динамическая нагрузка Поэтому шарики этих подшипников выходят из строя Все еще сильнее усугубляется тем Что, как правило, эти подшипники находятся в зоне довольно-таки грязной, мокрой Где заднее колесо обливает шарниры под ваших двухподвесов И эти подшипники, добавок, еще неплохо гниют Все это резюмирую Хочу подчеркнуть, что перебирать двухподвесные рамы Нужно примерно с интервалом 2,5-3 тысячи километров Если не полностью, то хотя бы частично В зависимости от выхода строя тех или иных подшипников Что касается этой рамы То самые долгоживущие подшипники Это те, которые залегают на этой оси Они подвержены наименьшей нагрузке Те подшипники, которые залегают наверху В заднем треугольнике 6-3-8-0-0 Они подвержены нагрузке, которая передается на амортизатор непосредственно Поэтому разрушаются не от коррозии А от работы Нижние подшипники 6-9-0-2 Сгнивают и клинят в первую очередь в антеммах Подшипники 6-8-0-2 Залегающие на нижней оси амортизатора Их там 4 штуки Работают дольше всех и выход любого из этих подшипников из строя Не сказывается на работоспособности рамы Почему? Потому что этот шарнир залегает на одной оси И вращение происходит либо в одном, либо в другом подшипнике Вот такая вот история Ну и вернемся к данному конкретному антему Данный конкретный антему Почему мы решили обозревать именно в этом выпуске? Потому что он объединяет многие вопросы Связанные с джиантами С обслуживанием двухподвесных рам От компании Джиант И здесь есть два ярких примера Которые мы регулярно сталкиваемся В нашем сервисе с проблемами По переборке двухподвесных рам Первая проблема Она связана с нерегламентированным подшипником Который тяжелее всего купить Речь идет про подшипники 6-3-8-0-0 И это подшипник, который на 2 мм шире Чем подшипник 6-8-0-0 То есть 6-8-0-0 имеет ширину 5 мм А 6-3-8-0 имеет ширину 7 мм Но при этом там строишь Точно такой же один ряд подшаров То есть он не двухрядный, он однорядный Сделано для того, чтобы он сильнее сидел в своем колодце И не выскальзывал Потому что в первом поколении антем используется 6-8-0-0 И в некоторых случаях он начинал соскальзывать в своем положении Позаботьтесь о качестве двухподвесных рам И там они сделали широкий подшипник Ну, например, многие другие компании Кладут болт на то, что подшипники начинают перемещаться в своих колодцах В посадочных местах И выпускают это, не заморачиваясь Вот в антеме решили заморочиться С одной стороны вроде круто С другой стороны нужно раздобыть где-то подшипник 6-3-8-0-0 Его можно купить у официалов Он стоит, вместе с ремкомплектом, определенное количество денег И, что самое характерное, где-то в регионе ремкомплект раздобыть невозможно Поэтому вот в данном случае мы перебираем и ставим подшипники 6-8-0-0 Вытачивает две дополнительные шаби, которые компенсируют разницу в ширине подшипников Все Диаметр у нас примерно то же самое Это то, что касается подшипников верхних И второй немаловажный нюанс, который касается нижнего шарнира И пример он довольно-таки яркий Но такая ситуация происходит со многими велосипедами, не только с джайантами Речь идет про то, что нужно проверять расстояние по посадочным местам между подшипниками В данном случае в заднем треугольнике уже установлены подшипники 6-9-0-0 И мы устанавливаем сюда шайбочки То место, где они должны залегать И меряем расстояние между ними Расстояние 48,2 В данной конкретной раме есть следующая печаль Она заключается в том, что вот эти вот плоскостя немножечко сточились Подшипники заклинило Они остановились И шайбы начали протачивать бортики на нижнем коромысле И бортики на нижнем коромысле, расстояние между бортиками Внимание, 47,8 Это говорит о том, что в нашей конкретной раме вот эта коромысла будет болтаться И разница в 0,4 мм, это полмиллиметра Достаточно для того, чтобы повредить работе подвески Что происходит на деле? При стягивании оси Вот эти уши находятся в напряженном состоянии И смещаются друг на встречу другу на полмиллиметра Тем самым подшипники работают уже в перекосе Полмиллиметра это вполне значимый перекос для подшипников с внутренним диаметром 15 мм Это достаточно для того, чтобы подшипник уже на старте заклинил Поэтому на конкретно эту раму мы сейчас вытачиваем новые шайбы Мы вытачиваем две шайбы для того, чтобы поставить другие подшипники в верхние уши И две новые шайбы внизу взамен для тех, которые не подходят по расстоянию После установки новых подшипников в отполированные и смазанные колодцы И сборки с установленными подшипниками Все в этой двухподвесной раме будет работать практически идеально Теперь немножечко пару слов про установку подшипников На самом деле, если вы обладаете определенными навыками и ловкостью рук Подшипники можно аккуратненько по внешнему кольцу подшипника забивать С помощью легкого молоточка Но есть второй способ Можно применить инструменты И в нашем сервисе используется вот такой вот пресс Выточенный по размерам от каждой подшипника Где работа производится с направляющими Которые будут фиксировать направление хода подшипника Не допуская перекос С помощью такого пресса можно проконтролировать усилие зажатия подшипника В колодец рамы И если вдруг оно чрезмерное Это говорит о том, что подшипник опрессован в такую раму Сожмется по кольцу и будет на старте подклинил Такое допускать нельзя Подшипник вытаскивается И смотрится по колодцу Где происходят наиболее, наибольшие задиры Там остаются риски, крупные риски И происходит полировка в этих местах окружности Фокус происходит в том, что многие токаря знают Что выточенные изначально из болванки детали Немного меняют свою форму В зависимости от напряженности материалов И такое иногда происходит Плюс, например, сварочные работы Тоже немного влияют на искажение колодцев Куда устанавливаются подшипники Ну и в конце концов Многие производители Кладут болт на точность фрезеровки И при установке подшипников Подшипник входит с большим усилием Заклинивает на старте Для сборки применим смазку Естественно, в нашем случае кальциевую С тефлоновым наполнителем Про поводу смазок и материалов, которые мы используем В нашей сервисе я расскажу в отдельном нашем выпуске Вот таким легким применим способом Подшипники запрессовываются в раму Когда он упирается в дно колодца Это легко чувствуется Все, он уперся Давить сильно не надо Так, я понимаю, что сейчас уже многие начали стучать усиленно по клавиатуре пальцами И начинает мне затирать некую дичь То давить подшипник и запрессовывать за внутреннее кольцо подшипника нельзя Ибо он там повреждается Подвергается какой-то нагрузке И прочую дичь тоже люди начинают писать И я вам немножечко расскажу то, что пишется в документации к подшипникам Подшипник радиальный Способен переносить нагрузку в размере 20-25% Торцевую нагрузку от радиальной И если посмотреть каталог То подшипник 6802 способен переносить По-моему, до 120 кг нагрузки радиально То есть боковую нагрузку в 25 кг Он переносит без проблем 25 кг Если вы вдруг прессуете подшипники внутрь рамы С усилием большим 25 кг То, господа, остановитесь именно сейчас Подшипник должен заходить с гораздо меньшим усилием Это во-первых Во-вторых, если вы вдруг подумали о том Что вы способны своим весом приложить гораздо больше усилия в сторону к подшипникам Вы здесь совершенно правы То есть эти подшипники способны переносить значительно большую нагрузку торцевую Нежели чем усилия при прессовывании Тем более со смазкой В нашем случае мы запрессовали два подшипника Легко и непринужденно Они туда установились И легко и непринужденно там в этом коромысле вращаются Продолжаем устанавливать подшипники Все посадочные места обязательно нужно смазывать Без смазки установка подшипников невозможна Ну вот Подшипники в принципе вращаются практически идеально Далее все нижнее коромысло собирается примерно следующим образом Две шайбы устанавливаются в пространство между подшипниками Здесь изнутри ставятся два кольца Между которыми залегает амортизатор Но сейчас нас в меньшей степени интересует Мы на данный момент собираем предварительную раму без амортизатора Для того чтобы проверить ход подвески и соосность шарниров Это очень важно При интенсивной работе подвески возникает деформация линков Вытяжка линков, трещина образования Причем трещина может образоваться А вы об этом знать не будете И при сборке рамы какие-то дефекты, искажения в геометрии рамы Будут видны на старте Мы собираем на старых шайбах предварительно раму Для того чтобы посмотреть куда смещены положения рамы Относительно установки верхних коромыслов То есть мы сейчас соберем верх, низ, без затяжки И посмотрим куда нужно будет смещать Объясню, что это значит Что можно вытащить одну шайбу толще на полмиллиметра Или можно вытащить две шайбы толще по две десятки Тем самым сместив треугольник влево либо вправо Итак, на деле это выглядит примерно следующим образом Мы собираем нижний шарнир И вот где-то в последний пол оборота Вот болт уперся Сейчас все вращается легко на старых шайбах Мы затягиваем И вот он, треугольник уже под собственным весом Еле-еле поворачивает То есть это говорит о том, что уши наши перекосило При стягивании нижней оси Отпускаем И все работает легко и непринужденно Вращаясь в новых подшипников Продолжим устанавливать подшипники Установим подшипники в верхние посадочные места Используя другой пресс И соответственно под каждый подшипник у нас вырезаны свои пресса И устанавливаем второй подшипник Точно так же легко и непринужденно По установке всех подшипников Их нужно проверять на легкость Кручения И устанавливаем два подшипника в коромысло рамы Итак, после установки подшипников Продолжим сборку И установим два коромысла Они устанавливаются вот таким вот образом И стягиваются на вот такой вот оси Идеально Далее подводим треугольник рамы С не затянутыми нижними подшипниками И смотрим смещение С поправкой на люфт Которую нужно чуть-чуть выбрать И сориентироваться нет ли у нас перекоса треугольника В нашем случае перекоса нет Поэтому берем две шайбы Новые внизу Которые будут каждый из них толще на две десятки Для того, чтобы убрать компенсацию вот этого вот зазора Который образовался вследствие изнашивания вот этого линка Продолжаем сборку Вот у нас есть две новые шайбы Каждая из которых больше на две десятки По сравнению с родными оригинальными Вот теперь у нас Наш треугольник с легким защемлением Заходит на коромысло Все это затягиваем Заметьте, все оси были почищены И это обязательно Смазывать все оси И вот теперь наш треугольник абсолютно легко И непринужденно вращается на нижнем линке Мы не ошиблись, у нас в принципе все собралось четко Без каких-либо смещений Поэтому можно будет закрутить верхние болты При этом у нас есть двухмиллиметровые шайбочки Которые компенсируют разницу в ширине подшипников Их оденем сразу на болты И две шайбы прокладываются Между линками и подшипником Таким образом полностью собрали двухподвесную раму Она идеально теперь работает На всех новых подшипниках С изготовлением новых шайб Теперь все шарниры собраны один к одному Все четко, как в аптеке После того, как вы наживили и подтянули все болты Нужно проверить легкость хода Далее нужно взять динаметрический ключ И проверить затяжку всех болтов Исходя из того, что написано в мануале К каждой конкретной раме Но из общих рекомендаций Сразу скажу, что все болты нужно смазывать Все те эксперты, которые думают Что нужно наносить некий фиксатор резьбы Ибо они там что-то видели на болтах Сразу скажу, что то, что вы видели на болтах Серого, зеленого, либо синего цвета Это герметик резьбы, а не фиксатор резьбы Это разные вещи Герметик резьбы нужен для того, чтобы Резьба в конечном итоге не закисла И болт можно было бы выкрутить А все те гении, которые наносит фиксатор резьбы На болты рамы Оставляют нам уникальное удовольствие Потом все это разбирать После этих экспертов Если у вас происходит выкручивание болтов рамы То что-то происходит с перекосом фарниров С износом подшипников Либо какой-то несоосностью Связан с износом шайб Или еще какими-либо дефектами Если у вас подшипники вращаются идеально Все смазано, все ровно, как в этом антеме То никакие оси раскручатся сами собой не будут Это невозможно Поэтому не надо писать всякую дичь в комментариях О вашем непонятном, далеко не ясном опыте Где у вас что-то раскручивается Значит вы просто не выявили причину Почему у вас раскручиваются оси Также обращаю ваше внимание Что на болтах написан на некоторых случаях Момент затяжки Ну если не написан, то нужно писать в мануале И этот момент затяжки Он рекомендован для новых болтовых соединений Поэтому если вы собираете раму Без специального ремкомплекта кита Вот этого, где у вас все новые болты То не стоит затягивать именно с этим усилием Чуть-чуть поменьше На 1 нитон на метр Поверьте на слово Что если вы перетянете болт И он хрустит Будет гораздо хуже Вот примерно такие общие рекомендации Связаны с обслуживанием велосипедов Не забудьте подписаться на наш канал Делайте репосты этому видео Задавайте вопросы Пишите комментарии А мы вам будем рассказывать про обслуживание велосипедов Вообще в целом про велосипеды Про велосипедную жизнь Про наше небольшое сообщество А для того, чтобы оно стало больше Приглашайте всех знакомых катать на велосипедах Здоровья вам Как это стало модно желать в 2020 году До скорых встреч!